Библейский портал экзегет.ру представляет И вот третья глава продолжает картину, которая явлена нам во второй, да, человек живет в Эдемском саду, у него есть единственный запрет, есть плоды из древа познания добра и зла, все остальное он может есть, ну, и, собственно говоря, он в этом саду садовник, он его возделывает, он этот сад хранит. Ай, все вроде бы хорошо, но мы уже отмечали, что во второй главе описан какой-то не такой мир, который нам известен, там четыре реки вытекают из одного источника, при этом две из этих рек нам известны, и они точно не из одного источника, а две вообще непонятно какие. Ну, и в этом мире все как-то немножко иначе, чем так, как у нас, да, а как это получилось? Вот третья глава об этом рассказывает. «Змей был самым хитрым из всех зверей, созданных Господом Богом». Мы, конечно, привычно думаем, что змей — это сатана, дьявол, но что это здесь? Почему не написать напрямую, что это какой-то дух, почему он как зверь в этом мире? Трудно сказать. Может быть, тоже потому, что этот мир просто другой, чем мы привыкли. Может быть, потому что вот книга Бытия, она тщательно избегает разговора об ангелах, ну, до некоторой поры там в конце появится. И может быть, ровно для того, чтобы отказаться вот от этой привычной для древнего Ближнего Востока, а мы смотрим, прежде всего, на этот контекст, картины сложных духовных иерархий, где одни божества воюют с другими, побеждают их, там, разрывают Тиамат и творят из нее мир, как это в вавилонской мифологии, да? Вот если сюда ангелов только допустить, то люди сразу начнут с этими ангелами взаимодействовать. Ну, потому что до Бога как-то трудно достучаться, ангелы вроде бы как поближе, попроще с ними, сразу возникает вот эта опасность язычества. Может быть, поэтому змеи, он из созданных Господом Богом, он не самостоятельная сущность. Очень много есть всяких религий и мифологий, где есть доброе божество, злое божество, они борются, да? Там метроизм, например, в более поздние времена, вот типичная такая религия. Они сущностно равны, они, в принципе, одинаковы плюс и минус, как на батарейке, плюс и минус, да? Ну, это же два полюса, они хоть и разные, но одного как бы уровня. А здесь ничего подобного, это просто еще одна зверушка. Вот сатана — это еще одна зверушка. Ну, она не такая, как все остальные, но это не более чем. Он спросил у женщины, правда, что Бог не разрешает вам есть никаких плодов в этом саду? Ну, а дальше, конечно, очень хороший диалог, в смысле, хорошо написан диалог-то очень плохой, анатомия искушения. Все начинается с того, что сатана или змей, давайте будем змеями его называть, клевещет на Бога. Бог не разрешает вам есть никаких плодов в этом саду. Ну, какой самодур, да? Пустить людей в прекрасный сад, где полным-полно всего вкусного, и запретить все это есть. Да, вот прежде всего он рисует на Бога злую карикатуру. И ложную, конечно. Нам можно есть плоды, — ответила женщина. Вот только про дерево, которое стоит посреди сада, Бог сказал, чтобы мы его плодов не ели и даже не прикасались к ним, а то умрем. Обратим внимание, что она волей или неволей усиливает запрет. Вообще-то запрет был есть. Но, с другой стороны, смотрите, а если вы взяли в руку, сорвали, подержали, поднесли карту, вы сами не заметили, как вы укусили, да? Ну, это вполне естественный жест. Значит, лучше вообще не трогать. Вот поставим ограду. Потом будет очень много таких желающих усилить запреты, которые даны от Бога, ровно для того, чтобы вот заборчик поставить, чтобы не подходили близко к опасности нарушить запрет. Вот она делает то же самое. «Не умрете, — сказал змей, — но Бог знает, что когда вы съедите их, то прозреете, и сами станете, как боги, познаете добро и зло». Ну, вот, понятно, что для того, чтобы человека совратить, нужно ему что-то хорошее, желанное предложить. И, смотрите, человек создан как образ Божий, да? Об этом мы уже читали. Но змей говорит, нет, ну, вы все-таки не как боги, а вы будете равны ему. Вы познаете добро и зло. Кстати, а почему познаете добро и зло? Это грехопадение. Что такое хорошо, что такое плохо, да? С раннего детства нам это объясняют, и мы объясняем своим малышам. Это же нормально. Ну, наверное, здесь речь идет о том, что люди дают самостоятельные этические оценки. Вот до сих пор они, как те самые доверчивые малыши, просто принимают от родителя, от Бога то, что он им говорит и то, что он им дает. А тут они сами начинают разбираться, хорошо это или плохо. Женщина увидела, что плоды этого дерева годятся в пищу, приятны взору и сулят знания. То есть, она откроет для себя что-то новое. До сих пор она на них не смотрела. Змей заставил посмотреть, и она нашла их привлекательными. Она сорвала плод и съела, и мужу дал плод, чтобы он съел. Они прозрели, увидели свою наготу и сделали себе набедренные повязки из листьев смоковницы. Хотели знания? Пожалуйста, вы голые, это неприлично. Получили знания? Получили. Лучше вам стало? Нет. Знаете, это еще такой опыт взросления, если хотите. Вот малыш такой совсем маленький, он бегает голышом и совершенно не смущается. Ну и никто, собственно, на него не смотрит какими-то такими вот глазами, чтобы его смутить. А потом подросток, который безумно стесняется своего тела, даже не обязательно голого, а одетого, потому что ему кажется все не так. Он там слишком худой, слишком толстый, длинный, низкий и так далее. И вот это уже знание про себя, это уже такая обращенность на себя. Вот он внутри себя вот этим всем кипит, и вот ему от этого самому очень неуютно. Он себя как-то всячески переукрашает, меняет, чтобы как бы скрыть эту свою телесность от себя самого. Когда повеял вечерний ветер, они услышали, как по саду идет Господь Бог, и спрятались за деревьями. Ну и вот стыдливость, вот это вот нежелание контактировать. Где ты позвал человека Господь Бог? Кто-то ответил, я услышал, как ты идешь по саду, я испугался своей наготы и спрятался. Кто сказал тебе про твою наготу, спросил Господь Бог. Ты ел плоды с дерева, которого я запретил тебе есть? Вот смотрите, получается, что Господь Бог такой, ну скажем, невнимательный, да? Он не замечает ничего, что у него прямо рядом происходит. Я не думаю, что это можно так понять. Мне кажется, скорее здесь речь идет о том, что Бог задает наводящие вопросы. Где ты? Почему ты спрятался? Откуда у тебя это знание? То есть он не обвиняет человека напрямую, он задает вопросы, на которые тот может, честно отвечая, собственно, рассказать, что произошло, да? Но он не хочет этого делать. Когда он получает прямой вопрос, ты ел плоды с дерева, которые я запретил тебе есть, человек ответил, женщина, которую ты мне дала, она дала мне эти плоды, я ел их. Ну, понятно, всегда виноват кто-то, всегда есть на кого свалить. Эта женщина мне дала, а женщина мне дал ты, я тут вообще ни при чем. «Зачем ты это сделала?» – спросил Господь Бог у женщины. Та ответила, «Змей меня обманул, и я ела». Ну, понятно, что она валит на змея, змею валить уже не на кого. И Господь Бог сказал змею, «Ты проклят за то, что ты сделал. Изгой среди зверей и скота, ты будешь ползать на брюхи и пылью питаться всю жизнь. Тебя, женщина, я сделаю врагами, и дети ваши будут врагами друг к другу. Сын ее голову тебе разбивает, и ты жалешь его в питу». С одной стороны, это, конечно, история про реальных змей, которые с людьми не очень дружат. С другой стороны, понятно, что в этом стихе христиане видят указания на Христа, сын женщины, который разбивает голову сатане, а он его жалит, то есть ему причиняет страдания. Я думаю, что абсолютно эти толкования не противоречат друг другу, потому что на Древнем Ближнем Востоке люди это воспринимали как-то очень буквально, а потом, наверное, все-таки появляется какое-то уже осмысление аллегорическое, иносказательное и так далее. «Женщине Господь Бог сказал, «Мучительный, я сделаю беременность твою, в муках будешь рожать детей, мужа своего ты будешь уж делеть, а муж будет господином твоим». Ну вот, женщина, которая, скажем так, командовала своим мужем в данном случае, оказывается, наоборот, ему подчинена, да? «А человеку Господь Бог сказал, «Послушав женщину, ты съел плод, который я запретил тебе есть. Ныне проклятая за тебя земля, в муках будешь ее плоды добывать день за днем всю твою жизнь. Колючки и репей она тебе произрастит, полевой травой и питаться будешь, и в поте лица добывать свой хлеб». В поте лица, то есть пот потечет у тебя по лицу, прежде чем ты добудешь себе покушать. «И вернешься ты в землю, из которой был взят ты пыль, и вновь обратишься в пыль». Ну вот, это самое проклятие. И мир становится таким, каким мы его знаем. Как это понять, что Эдемский сад больше недоступен? Вот сейчас мы об этом прочитаем. Какой-то иной мир, в котором это все было, наверное, можно понимать это так. По крайней мере, иначе понять это довольно трудно. Или мир, в котором мы живем, внезапно изменился, но не таким образом, чтобы эта естественная наука могла нам описать. «Человек Адам, вот здесь Адам — это уже имя, дал своей жене имя Ева, ибо она стала праматерью всех живущих». Ну, Ева, созвучная еврейскому слову, хая — жизнь, и, соответственно, вот она живая. Господь Бог сделал одежду из кожи и одел человека его жену. Вот традиционное место, где довольно многие толкуют это, как телесность. Одежда из кожи, ну что, кожаную куртку, что ли, с заклепками? Скорее всего, вот кожаная одежда, вот та, которая на нас, мы одеты в кожу, да? Вероятно, имеется в виду, что в Эдемском саду человек не обладал той телесностью, которой обладаем мы сейчас. Какой-то другой, что-то еще. А вот в коже, со всеми недостатками нашего тела, стареющего, умирающего, болеющего, вот с этого момента. «И сказал Господь Бог, человек стал, как один из нас, познал добро и зло. Стал таки. Но что значит, стал, как один из нас? Стал всесилен, бессмертен? Ой, нет, ровно наоборот. Но стал определять для себя добро и зло. Тоже история про подростка, если хотите, да? Он сам начинает определять, что хорошо и что плохо. «Не сорвал бы он еще и плод дерева жизни, чтобы, съев его, стать бессмертным». Оказывается, бессмертие достигается путем поедания плода дерева жизни. Но мне кажется, это тоже здесь такой образ, что, собственно говоря, Эдем — это некая жизнь в присутствии Бога. И вот эти деревья, ну, трудно их понять буквально, что действительно съеденное яблоко. Кстати, яблоко — это средневековое изобретение, просто потому что на латинском языке слово «малюм» — яблоко, и слово «малюм» — зло, пишутся одинаково. Да, поэтому зло и яблоко, ну, значит, этот злой плод и есть яблоко. Только по этой причине. Ну, может, еще по той, что яблоко — это самое распространенное в Евразии фруктовый плод, да? И поэтому, ну, плод по умолчанию — это скорее яблоко. Вот в нашем, в нашей части земного шара. То есть насчет яблока мы ничего не знаем. Но понятно, что это скорее образ, насчет плода, простите, мы ничего не знаем, что это было. Понятно, что это скорее образ, который показывает, что вот жизнь в Эдеме, она сама по себе дарует человеку бессмертие. Видимо, потому что это жизнь в присутствии Бога и в союзе с Ним, который теперь невозможен после того, как человек сам для себя определяет, что есть забро и что есть зло. И Господь Бог изгнал человека из Эдемского сада. Пусть возделывает землю, из которой был взят. Изгнал человека, а в Эдемского сада на востоке поставил стражу. Херувимов, херувимы — вот первые ангелы, которые здесь упомянуты в книге, какие-то вот сверхъестественные существа. И огненный меч во все стороны разящий, чтобы они охранили дорогу к дереву жизни. Вот с тех пор входа нам туда нету. Печально. А вся дальнейшая история, изложенная в Библии, — это, собственно говоря, попытка справиться с этой проблемой, попытка преодолеть вот это изгнание и вернуться хоть как-то туда, в этот самый Эдемский сад.